На 2 триллиона рублей понесла убытков наша страна за прошлый год из-за наркотизации общества. Такая оценка прозвучала на выездном совещании секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Николая Патрушева. За наркопреступления каждый год в стране привлекаются более 100 тысяч человек. В Уральском округе эта цифра составила 10 тысяч. Наиболее высокие показатели у Ханты-Мансийского автономного округа Свердловской и Челябинской областей. В целом наркотизация в Уральском федеральном округе превышает среднероссийский показатель почти на 25%. Но здесь я бы хотел в положительную все-таки сторону отметить родную Курганскую область, где ситуация продолжительное время. И в этом большая заслуга и антинаркотической комиссии, и губернатора Курганской области продолжает оставаться стабильной и позитивной. Тем не менее, за последний год отмечен рост криминальной напряженности и удельный вес наркопреступлений с 11% на 13%. Количество регулярно или эпизодически употребляющих наркотики составляет примерно 7-7,5 тысяч человек. И около 24 тысяч, по нашим данным, в возрасте от 14 до 60 лет, не понаслышке знакомы с наркотиками. Среди тех, кто пробовал, употреблял наркотические вещества, большинство составляют молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Наркоситуации в Курганской области определяют границы с Казахстаном, транзитные пути из других государств, миграционные потоки и сложная общая криминальная обстановка. Существует пять степеней оценки ситуации в регионе – удовлетворительная, напряженная, тяжелая, предкризисная и кризисная. Таким образом, в соответствии с методикой и порядком осуществления мониторинга развития наркоситуации в Курганской области в 2012 году оценивается как напряженная. Среди заметных успехов – снижение оборота кустарно изготовленных наркотиков. С 1 июня кодеиносодержащие лекарственные препараты в Заурале отпускают только по рецепту врача. Совместными усилиями нам действительно удалось стабилизировать эту ситуацию. Практически в 10 раз уменьшился объем реализации кодеиносодержащих препаратов. Соответственно, сократилось число фактов изготовления дизаморфина. В то же время начали мы выявлять и изымать в аптеках поддельные рецепты. Для области угрозой номер один на сегодняшний день является так называемая синтетика. Количество изъятий курительных синтетических веществ, спайсов, значительно выросло. Борьбу с незаконным рынком затрудняет их постоянная мутация. Новые виды наркотиков появляются еженедельно. Если три года назад было классифицировано 19, в 2011-м распространяли уже 30. На конец прошлого года зарегистрировано 34 разновидности психотропных веществ. Буквально за день до заседания наркополицейские вновь изъяли один килограмм ранее неизвестного синтетического порошка.